С Вики Ви Си, друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в маленький городок, называется Вей Си Ей. Население здесь 1200 человек и давайте посмотрим, что тут есть интересного. По дороге сейчас едем по региональному парку и прям с дороги увидели, что вдоль леса и вообще в лесу растут вот такие огромные фиолетовые цветы. И здесь такой вообще лес сказочный, прям такие тропы идут из такой земли песчаной. Короче, здесь вообще очень красиво в региональном парке и можно здесь даже гулять. Кстати, мы сейчас еще по дороге видели прям олененка, он прям перебегал дорогу, но потом увидел, что мы едем и перебежал ее обратно и спрятался в лесу. Вот так выглядит центр этого городка Вей Си Ей. Посмотрите, здесь такая есть небольшая прогулочная зона, сюда могут жители приходить и гулять по вот этим вот тропинкам. Здесь тоже, кстати, очень все чисто и трава подстрижена, очень красиво. И давайте сейчас спустимся сюда вниз, потому что я вам хочу показать, как здесь все выглядит. Здесь есть вот такие вот дорожки, они сделаны не из брусчатки, а из камешков, что очень, кстати, классно, то, что используются настоящие материалы. И вот здесь вот можно просто выйти, например, сюда в центр города, чтобы вот так вот пройтись, дать пару кружочков вечером и отдохнуть. И здесь еще также в центре городка есть еще один вот такой вот скверик, тоже очень красивый, очень чистый. Посмотрите, вот как здесь все выглядит. Здесь есть тоже еще вот деревянные такие три скульптуры. И вот давайте сюда еще камеру разверну. А здесь, кстати, вот этот сквер мне чем очень нравится, что очень-очень много лавочек. То есть даже если много народу сюда придет вечером, например, отдыхать, то каждому найдется по лавочке, чтобы посидеть. И также возле каждой лавочки стоят урны. А это сейчас на экране вы видите Швянто Юрга Божнича. Вот так она выглядит, белая, красивая и очень-очень, кстати, большая. Если когда-нибудь вы будете здесь, вы будете удивлены ее размером. А сейчас на экране вы видите Ланкитою Центрос, то есть центр посетителей. Вот так он тоже выглядит, абсолютно вообще такой новенький, свеженькое здание. Еще также на что хочу обратить внимание, что население, как я уже сказал, 1200. Но несмотря на это вот есть все пандусы. И также смотрите, как оформлено при здании вот эта вот территория прилегающая. То есть здесь лежат вот такие камешки. Не просто залито все бетоном, а камешки лежат. И водосточные трубы, вот они, смотрите, сверху идут. Они уходят сразу под землю туда в канализацию. Тоже очень классно и удобно, что зимой вокруг не будет ледяного катка. То есть вода не будет замерзать и так далее. А вот так выглядит Литовос Паштас, литовская почта. А еще стоит вот такой информационный стенд-экран. Он сенсорный. И плюс еще внизу вот здесь есть клавиатура и тачскрин. То есть здесь можно выбирать и смотреть, какие достопримечательности находятся здесь в городке и в его окрестностях. А сейчас мы находимся прямо за Литовос Паштас. То есть прямо за зданием почты находится вот такой вот городской стадион. Вообще посмотрите, какой шикарный. Кстати, хочу сразу обратить внимание на то, что трава на нем настоящая. И сейчас там он, парень, ездит прямо на таком тракторке газонокосилки. И он косит эту траву. И посмотрите, какая здесь красота. Все подстрижено. Нет никаких бурьянов. Здесь вот такой вот есть памятник, типа футбольный мяч. И вот такие вот трибуны. Давайте я вам их тоже покажу. Эти трибуны, я так понимаю, используются не только как трибуна, но еще и как сцена. Когда, может быть, какие-нибудь певцы сюда, может, приезжают, то, скорее всего, здесь вот все это под крышей происходит. Вот такие вот трибуны. Тоже все целое, ничего не сломано. Все очень красиво и функционально. И здесь прямо за этим стадионом есть вот такой вот спуск. И сейчас мы попадем прямо на набережную озера. Здесь находится огромное озеро. И сейчас я его тоже вам покажу. Я даже вижу, вон на нем там утки или лебеди. Кто-то там плавает. И тут, кстати, даже есть вот еще вдоль берега также вело- и пешеходные дорожки. Здесь есть вот карта со всеми достопримечательностями. Друзья, я сейчас просто в легком шоке нахожусь, потому что здесь вот прямо на берегу находится тоже природный памятник. И это дерево, это ясень. И он таких огромных размеров, что я просто ахнул, когда его увидел. Конечно, камера сейчас не передаст весь его размер. Но если вы когда-то здесь будете, то я рекомендую его посмотреть. Вау, сейчас здесь прям такой холодок. Я спустился, потому что сегодня на улице жарко. А вот здесь, возле озера, здесь прям прохлада. И смотрите, здесь вот растут камыши. Их, кстати, не убирают, потому что это природа. Прямо на озере вы видите, что там находится фонтан. То есть прямо в воде там находятся вон трубки. И когда их включают, там находится фонтан. И он, кстати, не просто фонтан, а еще и с подсветкой. То есть все ночью это, когда фонтан работает, он еще подсвечивается разными цветами. Озеро просто шикарное, друзья, неописуемое. И, если честно, жить, наверное, здесь очень классно. Потому что, прикиньте, вечером можно вот так выйти на озеро и полюбоваться вот этой красотой. Еще, кстати, что я заметил, что у некоторых жителей даже есть небольшие яхты. Вон там одна стоит. И еще вон там одна стоит парусная. На воде плавают кувшинки и нет никакого мусора в воде. То есть бутылки пластиковые не плавают. Это Литва, друзья. Поговорили здесь с местными жителями. И на карте посмотрели озеро. Это называется Анча. И также сейчас местные жители нам сказали, что температура в озере, то есть температура воды плюс 20 градусов. А это сейчас на экране вы видите Дом культуры. Тоже обратите внимание, прям как новенький. Еще также среди достопримечательностей указана вот эта библиотека, которую вы видите на экране. И вот он, Краеведческий музей на экране. Крашто музеюс называется. И еще, знаете, одна такая характерная особенность, что в Литве постепенно уходят от того, чтобы устанавливать столбы с проводами. То есть чтобы вот провода не висели сейчас над нами. В Литве сейчас делают подземные кабельные линии. И только периодически вы можете увидеть вот такие вот щитовые, в которых есть автоматы и счетчик, который учитывает электроэнергию с ближайшего здания. А вообще все кабеля идут под землей. И как вы видите, даже в Вейсеей уже это тоже делается. То есть постепенно убираются столбы с проводами. Остаются только фонарные столбы. Вон там вы видите. И вон там еще вдалеке я вижу, что еще остались столбы с проводами. Но в скором будущем их тоже заменят на подземные кабельные линии. И тогда, когда ты смотришь на небо, то ты не будешь видеть вот эти вот решетки из проводов. Это очень классно. И классно, что даже в таких маленьких городочках это делается. А это сейчас на экране вы видите Вейсеей технологию с Ирвярслу Мокекла. Это школа технологии и бизнеса городка Вейсеей. Вот так она выглядит. И давайте я еще по кругу покажу вам территорию прилегающую. Потому что здесь тоже, смотрите, трава подстрижена. Деревья тоже подстрижены. А сейчас на экране вы видите гимназию. И если честно, когда я ее сдалека увидел, я прям был нереально удивлен. Потому что смотрите, как она выглядит. Давайте пройдем вот сюда. Здесь сейчас, кстати, открыты ворота. И вот так она выглядит. Смотрите, трехэтажная. Абсолютно как новенькая. И посмотрите вокруг тоже, как территория здесь облагорожена. Здесь вон специальные елочки, туи. Все очень красиво подстрижено. Смотрите, какая красота. И еще с другой стороны тоже давайте я вам покажу. Все это благоустройство. Давайте сейчас спустимся вот сюда. Смотрите, какая красотень, друзья. Я бы вообще каждый день прям с радостью бежал учиться в такую гимназию. Вот тоже, кстати, есть лавочки. Их большое количество. Чтобы могли школьники выходить на переменки посидеть. И здесь вот у нас находится стадион. Давайте пройдем его, тоже вам покажу. Очень классно, ребята. Вообще и вся дворовая территория, и вообще сама гимназия. Все как новенькое. И повторяюсь, население 1200 человек. То есть даже ради 1200 человек в Литве все делается, все обновляется. Чтобы эти люди жили здесь нормально. И не было у них никаких проблем. И никакого желания ехать куда-то в столицу. То есть они здесь могут спокойно жить, обучаться, заниматься спортом. Друзья, если честно, я в нереальном шоке. 1200 населения. И посмотрите, какая гимназия. Это просто жесть. А прямо возле гимназии здесь находится вторая часть озера. Сейчас мы к ней спускаемся. Вот у нас здесь находится гимназия. И за гимназией вот здесь находится озеро. То есть вообще классно. Учишься в школе, и на перемене ты можешь выбежать на озере посидеть. Друзья, вот сейчас одним кадром прям показываю вам. Вот находится гимназия. И прямо за гимназией находится вот такое уютное, классное, красивое местечко. Даже есть столик с лавочками. Единственное, чего здесь еще нету, это мангала. То есть если был бы еще мангал, было бы вообще классно. То есть чтобы его не нести с собой. Или место для костра хотя бы, если бы сделали, было бы очень клево. Ну короче, выходишь из гимназии и попадаешь прямо вот сюда на пляж. И тоже обратите внимание, как деревья подстрижены. То есть и там очень такой хороший спуск к воде. Но туда я не могу сейчас пойти показать вам, потому что там купается семья с детьми. А вот здесь находится вот такой домик. Я так понимаю, это чей-то домик. Но тем не менее, ребята, заборов нету. И в принципе можно зайти прямо к ним во двор. И у них там, я вижу, здесь сделан такой свой собственный пирс. То есть из дерева сделан мостик. Но я туда проходить не буду, потому что это некультурно заходить к людям, к чужим во двор. И еще, кстати, на что хотел обратить внимание, смотрите, на этом доме таблички висят на двух языках, представляете? То есть написано на русском улица Весию и написано на литовском Весию Гатве. Я так понимаю, друзья, что вот эти вот все спуски возле озера, мы сейчас их видели очень-очень много. И они находятся прямо напротив домиков. То есть вот смотрите, домик и прямо напротив него спуск. То есть я так понимаю, это не Савивальдиби делает, а это просто люди сами ухаживают за вот этой вот придворовой территорией. То есть даже несмотря на то, что она им не принадлежит, но они за ней ухаживают. Вот один из таких спусков мы заметили. Здесь нет никаких заборчиков, поэтому давайте я спущусь вам и просто хочу озеро показать. И, кстати, здесь в Камышах стоит очень много лодок. И местные жители, нам мужчина сейчас сказал, что типа они здесь любят рыбачить. И в этих озерах очень-очень много рыбы. То есть вот так вот живешь прямо в городочке на берегу озера. И можешь прямо выйти из дома через дорогу и порыбачить. Вот так вот, друзья. Обалдеть, друзья, я просто не мог не остановиться рядом. Посмотрите, какие красивые деревья и как они идеально подстрижены. Смотрите, какая красота. На это можно смотреть просто бесконечно. Друзья, и небольшой урок литовского языка. Здесь находится вот такой маленький магазинчик в этом доме. И здесь есть литовские слова. Гелес, это переводится цветы. Жвакес, переводится свечи. Секлос, это переводится семена. Трашос, это переводится удобрения. И сувениры, это сувениры. И дованос, это подарки. Друзья, сейчас едем по мосту. И здесь прямо на мосте, смотрите, стоят вот такие вот цветочные горшки с цветами. И обратите внимание, никто их не своровал и не столкнул туда в озеро. А я знаю одну такую страну, в которой эти горшки даже 20 минут бы не простояли, их бы сразу скинули в озеро. Но какая это страна, я вам не скажу. Вот стоит прямо на озере чья-то маленькая яхточка с одной каютой, с одной спальней маленькой. И, кстати, яхта называется красивым женским литовским именем Юстина. Вообще, мне, кстати, нравятся населенные пункты, которые находятся на берегу рек или на берегу озер. Посмотрите, какой классный забор из Туи. Он высотой где-то метра три, нет, два с половиной. Два с половиной метра высотой и выстрижен вот так, как квадратная огромная стена. И посмотрите, какой он протяженностью и как он идеально ровно подстрижен. Обалдеть! Вообще, за ним, когда едешь, прям даже никакого ветра, ничего нету. Едешь прям как по туннелю. Вау, друзья, он еще и в эту сторону продолжается, прям до самого берега озера. Чей-то двор, друзья, посмотрите. И какие здесь идеальные газоны. Большая, кстати, территория земли у людей во дворе. И она вся не заросшая бурьяном. А вот такая вот здесь чистота. Кстати, Вейсея находится в очень хорошем стратегическом месте. Отсюда 26 километров всего лишь до Друскиненкой. 20 километров до Лосдией. И 12 километров до Лепалингис. И также мы приехали сюда из Алитуса. Из Алитуса сюда ехать примерно может быть 40-45 километров. Также нашли здесь еще на окраине уже, можно сказать, две двухэтажки. Одна вот такая не отреновированная. И одна вот такая отреновированная. И еще, кстати, на что хотел обратить внимание, что даже вот эта вот не отреновированная двухэтажка, но тем не менее, посмотрите, какая рядом с ней придомовая территория. В населенном пункте с населением 1200 человек. Даже заборов, смотрите, нету. И все красиво подстрижено. Вот смотрите, сюда еще тоже пройду. Здесь вот тоже красота. Это, кстати, вот яблони или вишня растет. И вот посмотрите, какое здесь благоустройство. То есть это сами люди делают. Это не государство им делает, не президент. И еще, друзья, вот в этом доме, который не отреновирован. Давайте я вам покажу территорию, только уже с другой стороны, где подъезды. Вот здесь люди паркуют машины. Здесь они вот сделали тоже себе вот такую территорию. Вот посмотрите, здесь подстрижена трава, подстрижены деревья. Здесь сделаны, кстати, вот такие ступенечки тоже из камней. Это все люди сами делают. И вот сюда еще давайте пройдем. Здесь у них есть беседка. В беседке даже стоят в бутылочках цветы. Вот. И здесь еще есть вот такой какой-то домик. Не знаю, для чего он. На нем вот висит даже картина. И смотрите, то есть никакого мусора, ничего нету. То есть люди живут чистенько, аккуратненько. Никто ничего не ломает. Здесь даже вот у них стоят лейки. Никто их не трогает. Здесь вообще, кстати, шикарное такое место. Потому что, смотрите, с одной стороны находится сосновый лес. Вот он он. А с этой стороны у них вот здесь двор. Здесь дети могут играть. И вот здесь сам дом. Вот это, друзья, как раз таки и называется литовская культура и литовский менталитет. И также, кто смотрит меня из-за рубежа, то, наверное, вам будет интересно, как отапливаются эти дома. Потому что городок небольшой. И центрального отопления здесь уже нет. И здесь в каждом доме, в подвале устанавливается большая печка. И в эту печку там засыпают либо гранулы, либо дрова. И мы сейчас спросили у мужчины. Он сказал, что это делают даже не сами жильцы, а из Савивальдиби. Им нанимают человека. И сюда приезжает машина. И один раз в неделю заполняет этот котел топливом. И получается, это топливо, оно горит неделю и неделю обогревает дом. И то есть жильцы здесь с печкой никак не связаны. То есть они ничего не делают. И они, по сути, живут как бы при центральном отоплении. Но фишка в том, что это центральное отопление, оно идет на один дом. То есть в каждом из таких двухэтажных домов установлен отдельный котел, который раз в неделю заправляют. Друзья, мы сейчас катаемся здесь вот на холмах возле озера. Озеро вы видите, вон оно там вдалеке. И получается, возле этих двухэтажек, которые мы вам показали, реновированных, вот она тоже одна из них. Сейчас она впереди на экране. Возле этих двухэтажек здесь очень большая территория. И вся эта территория, она засажена лучком, помидорчиками, огурчиками. И вся эта территория, она вот принадлежит жильцам этих двухэтажек. И они здесь выходят, чтобы садить это все, чтобы поливать, пропалывать. То есть они живут как бы по сути в многоквартирном доме. Только у них рядом еще есть такая как бы частная территория. Очень удобно и очень классно. И еще очень одна такая важная, отличительная особенность Литвы в том, что никто не ворует, не рвет, не топчет, не заезжает на машине на эти грядки. Это Литва, ребята. Здесь такие порядки и такая культура. Вот тепличка также стоит, вы можете видеть. У нее даже открыта дверь. Внутри там, я вижу, стоит лейка, грабли, лопата. Новая, кстати, лопата абсолютно. И тоже обратите внимание, что никто не зашел и не украл ее. Какие классные у них балконы, смотрите, сделаны. Прям такая вот терраса. Подъезд, кстати, даже не закрытый. И в подъезде стоит самокат. Самокат даже ничем не пристегнут. А рядом с этим двухэтажным отреновированным домом находится вот такая тоже территория, которую тоже жильцы облагородили. И здесь они поставили беседочку, лавочку и даже подвесную вот такую качелю из таких вот переплетенных веревочек сделанную. Друзья, это просто жесть. Вот все, что я сейчас вижу, это для меня так удивительно, что люди как бы смогли все здесь договориться и все друг друга знают. И они здесь соблюдают чистоту и делают для себя всякие вещи, чтобы потом здесь нормально, комфортно жить. Вот, например, смотрите, прямо под деревцем они сделали вот такую качелю, чтобы и дети качались, да может и взрослые тоже в теньке можно посидеть, покачаться. А здесь вот, здесь такая живая как бы изгородь. И она прям оплетает всю вот эту беседочку. И в этой беседочке стоят лавочки и столик. То есть можно даже не дома кушать вот в этой двухэтажке, А можно вот сюда вот прийти и прямо на природе в теньке посидеть, например, выпить какой-нибудь охлаждающий напиток и посидеть поразговаривать. А также они установили себе вот такой вот мангальчик. Вот он мангал стоит. И можно спокойно жарить шашлычки. Это вообще круто, когда вот люди друг друга все знают и нормально себя ведут и живут в чистоте и порядке. И вот тоже, смотрите, все домики отреновированы. И вон там тоже отреновированы. И вот здесь отреновированы. Но единственное различие с предыдущими многоэтажками, с двухэтажками, которые я вам показывал, Что у тех, конечно, возле дома, ну, много всяких ништяков. Там теплицы, всякие там они благоустройство себе сделали, мангалы поставили. А здесь ничего этого нету. То есть здесь просто вот, ну, как в городе. То есть вышел из подъезда и пошел на работу. Друзья, и еще, кстати, сейчас из одной двухэтажки вышел такой приятный мужчина. Поздоровался с нами, спросил, что мы тут делаем. И подсказал нам, что рядом прям с ихними двухэтажками находятся красивые маленькие пляжики. И вот на один из них мы сейчас приехали. Я сейчас спускаюсь с огромного холма. Здесь, кстати, трава вся абсолютно покошена. Я не удивлюсь, что, наверное, даже это делают жильцы этих двухэтажек. Может быть, кто-нибудь стримером приходит и здесь косит траву. И смотрите, какая здесь красотень. Вон там я даже вижу переодевалка находится. То есть даже переодевалка есть, друзья. Вообще вот в лесу, казалось бы, такой пляж и даже есть переодевалка. Есть также место для костра. Есть лавочки. Единственное, конечно, еще вот мангала нету. Здесь вот не помешало бы мангальчик еще один хотя бы поставить, чтобы с собой их сюда не носить. И тогда вообще было бы клево. Но я вам скажу, что даже и так здесь клево. И смотрите, фишка в чем, что здесь все дно полностью прочищено. Камыши сложены вон там. Они потом будут перегнивать, удобрять почву. А здесь вот все прочищено. И сделан вот такой мостик, чтобы с разбегу прям прыгать в озеро и купаться. И, кстати, дно очень пологое. То есть оно плавно углубляется. То есть даже с детьми здесь можно вообще классно купаться. И самый главный прикол в том, что вокруг находится сосновый лес. И здесь практически вообще нету ветра. То есть здесь ты находишься в таком как бы тупике. И с одной стороны тебя прикрывает лес. А с другой стороны ты просто купаешься и наслаждаешься жизнью. И еще, знаете, некоторые люди в комментариях мне пишут. Люди, люди-то где? Друзья, я не знаю, зачем вам нужны люди. Но мне, например, нравится, когда ты находишься вот в таком уединенном месте. То есть когда ты один или когда вы двое, например, здесь находитесь. И здесь никого больше нету. То есть все это место только для вас двоих. Это круто. Видел также, друзья, недавно фотографию, как в Вильнюсе на зеленых озерах люди лежат на пляже один к одному, один к одному. И буквально яблоку негде упасть. А здесь вот такая вот тишина и спокойствие. Здесь можно остаться наедине с природой, послушать птиц и подышать чистым хвойным воздухом от вот этих вот сосенок. А вода, вода-то какая чистая, друзья. Короче, мы сейчас поедем в Норфу, купим мясо для шашлыков. И, наверное, мы здесь останемся, покушаем шашлыки и немножко покупаемся. А на этот пляжик ведет вот такая вот лесная дорожка. Мы сейчас здесь на велосипедах едем. Здесь тоже птицы поют. Очень свежий воздух. И теперь, знаете, понимаю, друзья, что чем меньше городок в Литве, тем в нем комфортней и уютней жить. А сейчас мы приехали на Абж Волгос Бокштас. И еще, знаете, друзья, хотел обратить внимание на характерное отличие Литвы, например. Что здесь возле какой-то достопримечательности обязательно есть хороший подъезд, обязательно есть парковка. Посмотрите, какая она здесь огромная. И сама башня находится вот здесь. А сейчас мы на нее поднимемся. Уху, друзья, наконец-то мы забрались наверх. Короче, вид открывается очень классный. Несмотря на то, что башня невысокого размера, но вид здесь просто потрясающий. Вот такое вот огромное озеро там. И давайте я вам еще с этой стороны покажу. Здесь такие поля. И получается здесь озеро. И с той стороны, со всех сторон тоже находятся поля. Давайте я вам еще покажу вот здесь вот вид. Вот так все это выглядит. Очень классно. И, кстати, сейчас ветер немножко успокоился. Здесь так классно прохладно стоять. На улице очень жарко. Но здесь вообще классно, потому что ветерок обдувает. И озеро тоже, кстати, очень живописное. Как я грожи мусу лету, друзья. Идем сейчас вот сюда, к берегу озера. Тут, кстати, есть туалет. Есть также вот такие камешки для красоты. В Литве обычно ложат. И тут вот находятся лавочки. Смотрите, есть такой еще типа столик. Из камня тоже сделан. Ой, уточки, друзья. Там целая стая уточек. Они меня услышали и поплыли в камыши. Здесь вот есть еще тоже лавочки. Тоже обратите внимание, друзья, находимся за городом. То есть, по сути, здесь, наверное, никто может и не убирает. Даже если даже убирают, то может быть раз в месяц. Но, тем не менее, обратите внимание, какая чистота. Возле лавочки даже я не вижу, чтобы там бутылки валялись. То есть, вообще ничего нету. Очень абсолютно чисто. И здесь вот такой есть мостик. И также чуть-чуть от камышей здесь, смотрите, кто-то прочистил. То есть, запросто сейчас можно здесь раздеться и покупаться в этом озере. Друзья, друзья, ну не могу просто я удержаться, потому что, ну блин, сельский туалет. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, как он выглядит. Барабанная дробь, друзья. Литва, сельский туалет. Заходим. Так, подождите. Я возьму ручку. Открываем. Та-да-да-да-да. Бабамс. Друзья, офигеть. Здесь даже туалетная бумага есть, представляете. Смотрите, какая нереальная здесь чистота. И, кстати, я чувствую, друзья, я не пойму, подождите. Нет. Я чувствую, что даже освежителем здесь напшикано, но освежитель, кстати, я не вижу. Но, друзья, то, что в сельском туалете в Литве даже туалетная бумага лежит за городом, друзья, это получается не в самом городке. Городок 1200 населения, а это прям за городом. То есть, это вообще в полях. Сюда мы ехали где-то километра 4 или 3 километра от городка. Мы сюда отъехали. То есть, это, по сути, туалет в полях находится. И вот так вот он выглядит, друзья. Абсолютно чистый, освежителем пахнет. И еще и туалетная бумага висит. На этом наше видео подходит к концу. И в конце этого видеоролика я хотел подвести небольшой итог. На самом деле, когда я сюда ехал, я по привычке думал, что ничего особенного я здесь не увижу. Когда же я приехал сюда и все посмотрел собственными глазами, то, если честно, я остался под приятным впечатлением. На самом деле, Вейсея очень классный городок. Здесь есть инфраструктура, есть достопримечательности. Также здесь есть озера, пляжики, обзорная башня. И, если честно, в Литве иногда маленькие городки выглядят даже лучше, чем столица. Город просто замечательный. Мне он очень понравился. И сейчас, в условиях карантина, если и дальше будет сохраняться такая тенденция, что люди будут работать на дому, то я думаю, что многие люди захотят переехать вот в такие маленькие чудесные города и жить здесь. Потому что здесь тихо, спокойно, комфортно и приятно жить. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом городке. И на этом у меня все. Спавските лайк. Висогяройки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok